здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я показываю как очень просто и быстро буквально из двух ингредиентов приготовить настоящий сыр маскарпоне в домашних условиях и понадобится нам буквально несколько минут времени для этого сок лимона мне понадобится и сливки всего два ингредиента сок лимона следует процедить конечно же через сито чтобы не осталось никаких волокон и семечек я буду брать сейчас 21 грамм лимонного сока на литр сливок здесь у меня 1 литр сливок 30 процентов жирности вы же можете брать жирность сливок от 25 процентов я всегда беру пастеризованные сливки обычные для взбивания но не ультра пастеризованные то есть те сливки которые имеют обычный срок годности ультра пастеризованные имеют очень большой срок годности свыше 100 дней такие я не беру они очень плохо створаживаются сейчас я довожу до 85 градусов сливки кого нету термометра то есть вот такое уже состояние будет перед началом кипения то есть сильное будет выделение пара уже из сливок вы это увидите я же сейчас специально померяю вам кондитерским термометром я снимаю сливки с огня при непрерывном помешивании я все это делала и вливаю туда 21 грамм процеженного лимонного сока свежего сока все это перемешиваю и ставлю сейчас опять на очень-очень умеренный огонь и буду проваривать примерно три минуты и будет начинаться при этом уже хороший процесс створаживания сливок если вы добавите 2 столовых ложки то есть примерно 14-15 грамм у вас в итоге сыр получится такой более кремовый не такой плотный как у меня более кремовый видите вторая минута прошла и уже створаживание видно и сливки конечно же у всех разные у всех разное качество этих сливок способ приготовления которым они были приготовлены и вот уже проходит у меня третья минута и смесь уже заметно створаживается все смесь моя готова я снимаю ее с огня и сейчас оставляю ее остыть где-то на полчаса здесь у меня прошло уже полчаса процесс створаживания уже очень хорошо заметен я уже могу перелить эту смесь в ту емкость где она у меня в принципе будет остывать и стабилизироваться я накрываю сейчас дуршлаг марлевым таким полотенцем пеленочкой здесь у меня примерно 8 слоев марли получается не менее или плотно какой-то ткань берите и выливаю туда слегка остывшую смесь потому что сильно за полчаса на остыть не успеет у вас сейчас я все это оставлю минут на десять и сольется так называемая первая сыворотка который по сути представляет собой очень хорошие сливки для взбивания в конце видео я их буду взбивать эти сливки здесь просто пар выделяется потому что горячие еще все это и поэтому немножко замутненная здесь качество съемки жидкость вся которая должна была выделиться у меня выделилась я сейчас убираю на тарелку быстро этот дуршлаг потом я его обратно туда поставлю и солью так называемую вот эту первую сыворотку по сути это и есть сливки вы можете это процедить просто через сито и даже не брать здесь еще отдельную пеленочку я просто показываю вам чтобы вот ну как бы в идеале да а на самом деле через мелкое сито можете спокойно процедить и сейчас я при вас это взвешил сколько у меня осталось этой жидкости и в конце видео я покажу как идеально эта жидкость взобьется у нас в шикарные сливки для взбивания вот такая консистенция сейчас я это переливаю сразу в емкость для взбивания в которой я буду остужать эту жидкость до очень хорошей холодной температуры как бы мы это остужали сливки перед взбиванием и смотрите здесь у меня собралось 170 грамм этой жидкости то есть сливок для взбивания очень хороших все жидкость у меня вся стекла теперь я накрываю пищевой пленкой в контакт мой будущий сыр и убираю на примерно 12 часов в холодильник лучше убрать на сутки и здесь также я накрываю вот эти сливки которые у меня остались первое это сыворотка так называемая тоже убираю вместе с сыром в холодильник здесь у меня прошло уже где-то 20 часов собрала кончики моей марли и смотрите вот это так называемая вторая сыворотка она уже жидкая но ее ни в коем случае не сливаем с ней можно испечь шикарный пирог или бисквит типа красного бархата сейчас я перекладываю все это на блюдо сыр у меня получился такой очень плотный благодаря тому что я добавила просто больше лимонного сока чем больше добавляем лимонного сока тем более плотный будет сыр вот такая консистенция получается у сыра сыр получается нежнейший это очень выгодно сделать даже там где сыр маскарпоне стоит недорого но он очень сильно отличается по вкусу от магазинов он очень вкусный он не имеет такого какого-то специфического привкуса то есть он идеальный получается на вкус из одного литра молока у меня получилось 590 грамм сыра если бы я добавила сейчас 2 столовых ложки они 3 лимонного сока у меня бы получилось примерно 700 грамм сыра он был бы более кремообразный просто я люблю чтобы он был поплотнее и он идеально используется естественно же в кремах десертах пирожных то есть тирамису естественно все это можно готовить вот такая вот консистенция сыр получается очень плотный а на вкус как идеальный вкуснейший маскарпоне сыр получается очень плотной консистенции здесь я хочу взвесить сыворотку которая вторая сыворотку уже ночная у меня так называемая собралась 70 грамм я собрала то есть можно испечь смело очень вкусный домашний пирог с ней выливать ни в коем случае не нужно сейчас я взобью сливки как я обещала они меня очень хорошо охладились и посмотрите что у нас с ними уже там произойдет вот такая консистенция у них это по сути первая сыворотка которую я слила еще в горячем виде добавляю пакетик ванильного сахара и взбиваю буквально минутку очень хорошо взбивается эта смесь потому что лимонный сок очень хорошо стабилизирует сливки смотрите какие плотные они у меня получились сейчас перекладываю в кондитерский мешок а просто хочу вам показать как прекрасно они будут отсаживаться из кондитерского мешка и взбитые сливки вы также их можете использовать и в тортах и в пирожных и в десертах они прекрасно держат форму эти сливки обычные 30 процентные сливки даже не 33 процентные просто с капелькой лимонного сока и вот такой изобилие изделия у меня получилось из литра сливок и теперь хранится этот сыр где-то до недели в холодильнике герметичной упаковки вот так вот пленка пищевой можно накрыть можно в контейнере хранить я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео